Я хочу сегодня поделиться из этого места, где написано здесь, в Исаии, в 11 главе. Я хочу зачитать местописание из Исаии, вы можете послушать, с 11 главы, с 11 стиха по 16. «И будет в тот день Господь снова прострёт руку Свою, чтобы возвратить себе остаток народа Своего. Какой останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Синааре, и в Ямафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и соберёт изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовёт от четырёх концов земли, и прекратится зависть Ефрема. И враждующие против Иуды будут истреблены, Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плеча филистимлян к западу, и ограбят всех детей Востока. На Идома и Моава наложат руку свою, и дети Омона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря Египетского, и прострёт руку свою на реку в сильном ветре своём, и разобьёт её на семь ручьёв. Так что в сандалиях могут переходить её. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Я хочу провозглашить несколько пророческих провозглашений, которые я призываю нас ожидать и наблюдать. Эти места Писания могли совпадать с историческими событиями. Но если бы это была только их задача совпадать с историческими событиями, они бы остались пророческой ремой в устах пророков того времени, и они не попали бы в Библию. События, которые уже сбылись в Писании, если о них написано в пророчествах, и это в Библии, это значит, что здесь открывается не о событии, а о принципах, законах и путей Бога в небесах. Поэтому если мы читаем о каком-то событии, мы знаем, что оно уже произошло или произойдёт, но мы читаем это в Писании, а не слышим от пророков, из уст, то значит, точно так же действует Господь и сегодня. Это за тем, чтобы мы знали пути Бога. Поэтому мы берём любое пророчество из Писания, применяем его в сегодняшнем дню, и знаем, что Бог с нами действует точно так же. Вот зачем события описываются в Библии. Вот почему мы читаем о Моисее, который пришёл через Черное море, потому что мы с вами можем проходить через Черное море. Вот почему мы читаем, когда Господь послал столб облачный и огненный и рассеял колесницы фарона, разрушал их колёса, и колесницы просто закапывались в песке океана, море. Потому что Бог, Он может и сегодня это делать с врагами. То есть всё то, что было описано и написано в Писании, всё это работает сегодня. Если бы это было просто о каком-то событии, я повторюсь, то тогда оно бы не было записано в Библии. И это просто пророки пророчествовали бы, и это бы кануло в лету. Но оно осталось. И у нас есть искушение верить в то, что это уже прошло, и это не к нам. Это очень большое заблуждение. Это самое большое заблуждение по отношению к Писанию, которое только может испытывать верующий. Это верить, что это событие уже прошло, поэтому к нам оно не относится. Никогда так не думайте. Иначе надо три четверти Библии оставить. Другое заблуждение, когда мы думаем, что это... Мы прячемся, как дети, и думаем, нет-нет-нет-нет-нет, я самый главный на свете, поэтому эти события еще произойдут. Но вы понимаете. Поэтому я буду лучше верить, что этого еще не было, это будет. Потому что иначе тогда Библия мне не нужна. И это тоже неправильно. Потому что некоторые вещи произошли буквально. Был Давид, был. И есть. Но есть Тот, Кто больше Давида. И Он есть. И будет. И также это просто рассматривать через интеллект, через разум Писания, копаться в принципах и так далее. Помните, что Божье Слово не только открывает принципы, а также оно прямо сейчас является живым, открытым Словом для нас. И когда мы прикасаемся к чему-то, к какому-то месту открытого Слова, и Слово открывается, это значит, это прямой голос Бога к тебе сейчас. Вот как надо подходить к Божьему Слову. Это единственный правильный путь пророческой церкви, которая берет открытое Слово прямо сейчас. Поэтому, когда я читаю это Слово, это ко мне, прямо сейчас, если Бог открывает его, как открытое Слово. Это восхитительно. Вот так это называется кушать Слово. Это значит вкушать его. Это значит, это хлеб, это питье, это молоко, это кровь. Мы пьем кровь Иисуса через Слово. Как мы еще можем ее пить? Как только не через откровение. Мы пьем кровь Иисуса. Мы пьем молоко Божьего Слова. Мы усваиваем хлеб Божьего Слова. Мы едим твердую пищу, мясо, когда мы вмещаем даже то, во что невозможно поверить. Чем отличается молоко от мяса? Молоко верить легко, потому что оно растворяется полностью. Ты не будешь ходить в туалет по тяжелой, если ты пьешь молоко. Но если ты ешь мясо, это не про то, что по легкой ходить в туалет, это про то, что по тяжелой. Поэтому это о том, что молоко легко верится, а в мясо трудно. Для меня мясо Божьего Слова, это в то, что я не могу себе даже поверить, что это ко мне такие вещи, говорит Господь. Вот это мясо. И вот это тоже мясо. И то, что я прочитал вам, это тоже мясо. Слава нашему Господу! Аллилуйя! Вы чувствуете дух открытого Слова? Я чувствую здесь дух откровения. Я хочу проволосить несколько пророческих вещей. Просто высвободить духовный мир на нас, в духе, на это поколение. Потому что мы уже давно вошли в те вещи, которые мы не для этого собрания делаем, а делаем для тех, кто бодрствует, кто держит руку на пульсе, и тех, кто ухватывает и влияет на регионы. И они тоже слышат это слово. И они меняют свои места. Их может быть даже меньше ста человек. Это не важно. Но они есть. И они знают, что это слово от Бога. И будет тот день, Господь снова простит руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего. Бог снова будет возвращать свой народ. Он всегда его будет возвращать. Бог никогда не бросается своими детьми. Он никогда не остановится, чтобы пойти и не найти последнюю потерянную овцу. Бог никогда не успокоится. Есть церкви холодные, пастыря холодные, люди холодные, которые легко относятся к потерянным людям. Но это не Бог. Это не про Бога. Бог никогда не будет спокоен, пока не сделает все, чтобы вернуть потерянное. Воздайте Ему славу за это. И у нас должен быть дух поисковиков. У нас должен быть дух восстановителей. Не пренебрегайте эту особенность Божьего характера. Потому что Писание говорит, Он снова простит руку свою. Она у Него длинная. Она не сократилась. Она не коротка. Он простит свою руку, чтобы возвратить себе остаток своего народа. Даже если сейчас они блуждают, вдали от Него Его рука найдет их. Поэтому сегодня мы слышали эти свидетельства, как Его рука находит через год и в зонах. Там что у нее? Розовый соболь. Розовая норка. И она хотела лапши. Бог привел ее в это место. И Его рука не сократилась. Она вот так вот ходит. Знаете, как если прописать кошку, где она была с утра до вечера? Лапки задние там, а мордочка здесь. Его рука найдет их. Поверьте, слава нашему Господу. Он пройдет по этим кривеньким дорожкам и встретит их на пути. Поэтому мы должны в это верить. И мы должны просто верить. И проволошать в путь не проклятия, а благословения. Мы еще встретимся с тобой. Жди. И ты уже там говоришь, добро пожаловать. Я же тебе говорил. Не узнаешь меня? 48 лет назад. Так и есть. И знаете, что это будет делать? Как это будет делать? Бог сам сделает это. Спасибо, что без нас даже Он может это делать. Он сам это сделает. Когда нашей любви не хватает. Когда мы перессорились прямо на святом месте. Прямо около престола рассорились. Забыли, перед кем мы стоим. Бог сделает это. Он пойдет за ними и найдет их. Спасибо Богу за это. Поэтому вспомните всех тех, кто отпал. Вспомните их. И не перечеркните. Там, где вы черный маркер нажрегнули, смойте этот маркер. Дайте Богу возможность сделать невозможное. Слава Ему за это. Аллилуйя! И написано, что Он будет возвращать остаток народа. Какое останется у Ассура. И смотрите, как он говорит. Ассур, Египет, Патрас, Хус, Елам, Синаар, Емав и острова. Восемь. Бог перечисляет, откуда Он вернет отпавших. Он перечисляет эти все сферы. Вы можете прописать самые страшные сферы. Самые погибающие миры. Напишите там СПИД. Напишите там просто РАК. Напишите там все, что хотите. Бог силен оттуда достать. Хус это может быть РАКом. Патрас это может быть СПИДом. Синаар это может быть наркотик или даже оккультизм. Или что-нибудь самое невероятное. Но Господь говорит, Он вернет остаток, который останется в этих местах. И это обещание Бога, братья и сестры. Это Библия. И Он говорит, и поднимет знамя язычников. И соберет из знанников Израиля. И рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Знаете, что такое поднимет знамя язычников? Язычники получат цель. И они не смогут ей противостать. Руслан, пробеги. Подними это знамя. И вот смотрите. Там стой. Опусти его пока. Я скажу, когда поднимешь по моей команде. И вот язычники. Вот такая толпа. Они просто живут свою жизнь. И среди них Божий народ. Он среди них затусовался, затерялся, осквернился. Такие же, как они. Прячутся. Врут, что никогда не верили. И вдруг язычники чувствуют движение. У них нет покоя. И они поднимают свои глаза и видят поднимающееся знамя. Они видят поднимающее знамя. Эти губернаторы, мэры, президенты. И они получают Божью цель. Потому что Бог поднимет знамя для язычников. И язычники погонят его народ. Они будут толкать его в спину и приводить его снова к Богу. Они будут возвращать его к Иисусу. Вот то, что происходит сегодня в глобальных местах. Вот что происходит сегодня в движении. В урбанизации. В потоке беженцев. Они просто получили знамя. Они получили цель. И Писание говорит. Держи. И поднимет знамя язычникам. И соберет изгнанников Израиля. И рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. К этому знамени. Иди сюда. И он вытащит это знамя. И язычники не будут знать. Они будут делиться на две части. И те, кто делает это сознательно. И те, кто делает это, потому что не могут противостать руке Бога. И сегодня мы видим эти процессы, которые закручиваются на нашей планете. И мы должны быть с открытыми глазами. Потому что язычники подняли знамя. Спасибо. Воздайте Богу славу. Они будут участвовать в отпущении Божьих потерянных на Божью землю. И здесь говорится не только про Израиль. Здесь говорится также про Божий народ. Дьявол будет отпускать избранных Божьих. И язычники будут не понимать, что они служат этой цели. Будет закручиваться так. Божья рука заставит все работать таким образом, чтобы Божий народ был отпущен. Вы понимаете? Вы можете бросить. Разбить этот пенопласт на мелкие шарики. Бросить его глубоко в океан. И потом открыть этот контейнер и не влезу. Они все выскочат наружу. Невозможно удержать Божье предназначение. Бог вытащит этих из язычников свой народ. Он спасет их снова. Аллилуйя. Слава. И прекратится зависть Ефрема. И враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде. Иуда не станет притеснять Ефрема. Вы знаете, зависть – это такая самая распространенная болезнь среди верующих. Одна из самых гнусных заболеваний. Самая гнусная и распространенная болезнь среди Божьего народа – это зависть. Я раньше этого не знал. Теперь я это знаю. Она имеет разные личины. Личины духовности, личины религиозности, личины заботы, дружбы. Она имеет разные личины. Но как только приходит момент, где наступает ночь соблазна, завистники открываются врагами. И это оказались ефремляне. Горе венку гордости пьяных ефремлян. И вот они – два брата. Они служат вместе одному Богу. Они наслаждаются, они целуются, обнимаются. Они поклоняются, дают десятины, благовествуют. И однажды они приносят свои жертвы. Один приносит от полей, от земли. Самое лучшее, прекрасное. Потому что он научен. А другой приносит от первородных стадо. И Бог вдруг поступает так жестоко, что избирает одного, а другого отвергает. Потому что Богу не прикажешь. Он делает то, что хочет. И тогда первый брат принимает эту благодать. Он отмечен. А другой, опечален, уходит с бледным лицом. Ночь, день, день, ночь. Он становится все хуже. И уже не может терпеть. Потому что его ломает. И у дверей грех лежит. Он влечет его к нему. Он не узнает себя, что с ним происходит. Он начинает говорить эти слова. Начинает изливать эти вещи. И горе захлестывает его изнутри. И однажды в поле он кидается на него сзади. И бьет его камнем. И убивает. И этот дух продолжает проходить через верующих. Это не мирской дух. Это религиозный дух. Он сегодня двигается среди верующих. Это зависть и убийство. Духовный человек никогда не будет никого злословить. Помните об этом. Духовный человек, который боится Бога, никогда никого не злословит. Духовный человек никогда не переносит сплетни. Духовный человек никогда не будет преследовать. Преследуют, гонят и поносят только плотские. И чаще всего из зависти. Если бы это тебя не касалось, но зачем ты так охотишься долго, годами? А это тебя касается. Это тебя касается. Потому что зависть Ефрема накинулась на тебя. И зависть Ефрема, она выводит к вражде против Иуды. Но Господь говорит, что когда это знамя поднимется, то тогда прекратится зависть Ефрема. Я читаю это Божье слово Духом Святым. И прекратится зависть Ефрема. Слава нашему Господу! И враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде. А Иуда со своей стороны не должен притеснять Ефрема. У него есть сила. И он многочислен. Он силен. Он полон откровений. Он лев. Но кто может отнять у льва добычу? Но у льва есть выбор. Преследовать Ефрема. Притеснять его. Скрутить что-нибудь, чтобы не работало. Или же оставить. И Писание говорит, что Иуда должен избрать доброе. Не притеснять. Господь, дай нам это помазание. Не притеснять. Потому что мы не Ефрем. Мы Иуда. Иисус Царь. Аллилуйя. Завистники перестанут препятствовать трудящимся. А сильные перестанут притеснять завистников. Ща! И полетят на плечи филистинлян к западу. Ограбят всех детей Востока. На Идома и Мава лоножат руку свою. И дети Омона будут подданными им. Народы будут служить святым. Вы знаете, вообще это тоже такое качество Бога, что Он сделал. Во-первых, они, мы говорили сегодня, обобрали египтян. Ну такое, я не пойму, ну как вот святые могут обобрать? Могут. Я не говорю, что ты пришел к другому, ближнему своему, съел весь холодильник. Я не про это. Обобрать это забрать силу у дьявола. Вот мы сейчас обираем культуры тьмы, забираем бубен, искупляем землю, забираем ворона с волком и оленем. Потому что все волки у них оборотни, а у нас Вениамин. Вороны у них дьявол, а у нас Дух Святой. И мы забираем такие потрясающие. Мы забираем красный цвет у фашистов, нацистов и коммунистов. И говорим, это кровь Христа. Мы забираем черный цвет, потому что черный цвет – цвет вечности. Потрясающе. Цвет тайны, мистерии Божьей. Цвет, где обитает Бог. Потому что Он говорит, обитает во мгле. И Он в неприступном свете. И поэтому мы забираем. И есть обирать, то есть забирать силу. А есть также входить в то, что не строил. Во-первых, они забрали югоптян силу. А к этим народам, которые ханамским пришли, зашли в дома, которые не строили. Стали там жить. Золото взяли, принесли из Египта. А зашли туда, хананом, и стали жить. И говорит, нечестивый копит, чтобы отдать праведнику. Бог может в один день все забрать, поменять и вернуть. Или же просто дать тебе то, что тебе не принадлежало. Мы не охотимся за этим. Но мы должны быть открытыми к благословению Божьему. И у Бога есть в Библии такая тенденция, когда Он может дать вот так. Слава Господу! Теперь давайте посмотрим на некоторых из вас, кто особенно из реабилитации. Когда мы вас встретили, у вас не было ни верхнего, ни нижнего ряда зубов. Не говоря о том, что у вас уже карманы, вы забыли, что там что-то лежало. Там просто вычесались сквозь него. Вы пришли, сейчас сидите. У некоторых вас, ну да, часы свежицарские. Может, не такая крутая марка, но они. И вы не даром выбрали свежицарские часы, когда их покупали. Вы приехали не на машине, там или машина, не машина. Но я сейчас не про это, ребята. Вы поймите, что вы имеете то, что вы бы не получили. А если вы это получили, то что вы это хвалитесь, как будто не получили? Иисусарь, да, это точно. Прилетели сюда на самолете и сидите, это самое, ну, прибедняетесь. Для многих народов мира, для пять шестых, тот, кто летает на самолете, он инопланетянин. Однажды я был в гетто в Индии, там, не в гетто, в трущобах. Я говорю, почему они меня, я стал психовать, почему они меня не слушают? Но почему они такие непрошибаемые? Они сидят, рты открыты, глаза открыты. Одного ноги колесом, другие увечные. Слушают. Я говорю, а эмоция меняется иногда? Он говорит, ты для них инопланетянин. У них нет дверей. Даже ткани нету завесить вместо двери. Змеи приходят туда греться. Я был в доме, где греются змеи у них. А готовят еду они на земле. Горелка стоит и на земле прямо. Два кирпича или три. Это печка. Четыре девочки у Рикши. Отец Рикши. И они слушают слово и говорят, брат, ты должен здесь быть. Ты просто должен здесь быть. Постоянно быть. Тогда они начнут тебе верить. Они не слышат тебя. У них говорит только одно сейчас в голове. Что сегодня я буду есть? Чем сегодня я буду кормить семью? Они смотрят на тебя и не могут отвязаться от этой мысли, потому что они голодные. Там, на севере Индии, в этих трущобах. И поэтому мы говорим сегодня, что народы... Бог силен смирить, чтобы выстроить все ради своих детей. Он силен это сделать. Поэтому мы должны находиться в хвале. Мы должны сокрываться в прославлении. Мы должны танцевать и торжествовать перед Ним. Протанцевать свою жизнь. Мы должны промаршировать в вере. Солнце делает много доброго. Оно смотрит на многих нечестивых. У нее могли бы глаза оскверниться. Ее глаза могли бы подхватить заболевание. Потому что оно видело кое-чего на земле. Но оно радуется. Вот это веселое солнышко, как написано, что оно радуется пробежать свое поприще. Я тоже хочу благословить вас промаршировать по этой жизни в вере. Промаршировать в вере. Аминь. Исушит Господь залив моря Египетского. И просрвет руку свою на реку в сильном ветре своем. И разобьет ее на семь ручьев. Так что в сандалиях могут переходить ее. Что сделает Бог? Сейчас слушайте внимательно. Это произойдет. Потому что это Божье Слово. Есть залив. Для нас сегодня не проблема понимать, что такое залив. У нас здесь несколько заливов. Господь иссушит залив моря. Вода уйдет куда-то. Он иссушит Египетский залив. Так написано в Библии. И просрвет руку на реку в сильном ветре, которая питала этот залив. Он перекроет подачу воды. Когда иссушит море Египетское. Иссушит залив. А подачу воды остановит сильным ветром. И разобьет на семь ручьев. И все из семь ручьев будет вместо реки, которая питала море. Которая вливала воду в море Египта. И залив высохнет под палящим солнцем. А река, которая вливалась в море, разобьется на семь маленьких ручьев. Вот что будет делать Бог с народами. Так что в сандалиях смогут переходить эти семь ручьев. Господь будет иссушать тяжелый, дорогой, длинный, продолжительный, мореходный путь. И они соединялись друг с другом через корабли. Торговля. Нужно было очень много затруднительных ситуаций. Нужно было грузы, корабли, люди, весла, ветра, паруса. Для того, чтобы двигать Божие. Но Господь поменяет весь подход. И эти пути будут заменены. И эти пути требовали тяжелых вложений, человеческих усилий. Но начну отдуть сильнейший ветер от Бога. На наступающую и поступающую кормящую залив реку. И Бог иссушит поступательный путь к этому заливу. И Бог разобьет, разделит, разрежет путь питания на семь ручьев. Так что в сандалиях, то есть младенцы, дети, простые верующие, они смогут спокойно двигаться в духе. Они смогут свободно ходить этим путем, который раньше требовал огромных затрат. И только определенная прослойка людей могла двигаться с одного берега на другой. А так люди будут ходить свободно с одного берега на другой. Они будут переходить. Это будет время, когда люди перейдут вообще на другой уровень. Для них будет диво. Мальчишки будут удивляться, что надо было раньше пять тысяч долларов, чтобы добраться туда. Когда они тратят на это полдня, и они уже там. И это путь жизни. Это путь откровения. И мы сегодня говорим с вами, что Бог будет заменять эти тяжелые вещи. Даже сама миссиология, она сегодня должна быть пересмотрена. Она должна быть с пророческим подходом. Теология должна быть пересмотрена. Священнодействие должно быть пересмотрено. Пасторология. Все эти логии, логии, они пришли, потому что не было сверхъестественного. Мы говорили сегодня о мистическом ужасе, когда они полностью перекрыли некоторых животных. Вороны от дьявола. Волки – это все оборотни. Черный цвет – это цвет дьявола. А у Иисуса волосы черные, как ворон. Они европеиливали всю, все небеса. И там блондины с каре, безбородые ангелы. Девы взяли, что у ангелов белые волосы. Когда мы читаем об этих мужах из Уфаза, мы читаем, что это совсем по-другому. Были люди Божьи, у которых были ангелы с черными волосами, и они не могли это съесть. Они сразу объявляли их дьяволам. Как у ангела могут быть черные волосы? Да, как у Иисуса! С ума сошли! Я говорил, что художники Ренессанса, без откровения, грешники, которые подарили им откровение о небе, и они уверовали, и в церкви повесили Леонардо да Винчи. Сегодня мы нуждаемся в оставлении новых апостолов в искусстве, которые принесут откровение о небес по-новому. И дошли до пупсиков с крыльями. Купидончики, бесы, бесы любви и похоти, стали ангелами-защитниками. Я своих купидончиков бы расстрелял. Мне не нужны такие защитники. Мне нужны нормальные ангелы. Пусть они будут хоть с неонами волосами. Вот этот путь тяжелых кораблей. Семь лет Библейского колледжа. Пастырская академия. МГИ. ФТУ. КРНЕ. Ты кто? Я бакалавр, а ты кто? Магистр. А можно вопрос? А это кто? Это меньше Серафимов или Херувимов? Чуть-чуть меньше. Ребята, тебе же, вот вы, закончившие магистры. Мы одного магистра, вот брат рассказал, служил, он не мог освободиться от алкоголя. Он учил их гамилетику и сам сидел на рюмке. Но зато был искусный проповедник. Зато. И зато. А какой смысл? Вот тебе добавило это Духа Святого, нет? Когда тебе диплом дали, у тебя больше стало Духа Святого? Давай честно. Ты ближе стал к Богу? Я не думаю. Господу надо с чистеньким сердечком приходить. И поэтому вот этот путь. Господь выдует сильным ветром реку, которая питает этот египетский залив, религиозный мир, который дает нам респекты. Он выдует ветром Духа. И на семь маленьких ручьев, которые младенец будет переходить в откровение, которое двигается. Скажи, пап, а что у него рога растут за спиной? Сынок, да нету рогов. Вижу в Духе. Я помню, ко мне приехал проповедник. Я еще был один, и он двигался в видениях и откровениях. Братья мне говорят, это плохо, выгони его. Я говорю, нет, я любовь. У вас нет любви. Я повел его к пророчеству, к моей сестре Тане. На проверку. Приходим, она говорит, ты кого привел? Я говорю, она читать не могла. Я говорю, а что такое? Он в овечьей шкуре. Что такое? Он в овечьей шкуре весь одетый, и в руках по локоть с деньгами все прилеплено. Я говорю, ты вообще сюда что приехал? Он говорит, ну, там мне должны были денег. И я верующий, очень сильный. Вы видите, в сандалях можно переходить эту реку. И сегодня мы говорим о новом пути, о пути откровения. И поэтому дальше. Тогда для остатка народа его, вот тогда смотрите, что будет, который останется у Ассура, будет большая дорога. Как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Как Израиль выходил из земли египетской? С чудесами. И знамений под высокой рукой Бога. И тогда для остатка народа, тот, который Бог будет выводить из религии, выводить в жизнь Божью, будет большая дорога. Так это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Такой же исход совершится из религии. Такой же исход будет могущественный, так же, как он выходил из Египта. Вы представляете себе? И сегодня, братья и сестры, надо отважиться, надо осмелиться, идти к самому Господу Богу. К самому, с самим Господом Богом быть соединенными. Чего мы здесь и ободряем делать. Вот это красота! Вот это красота! И поэтому сегодня я говорил о том, что большая дорога по иссушенному заливу Египта вместо торговых судов, вместо судоходных путей, просто пешочком через ручейки, по откровению Духа Святого, в простоте.